Зачем Господь дал человеку ангел-хранителя? Как укрепить связь с своим ангел-хранителем? Все, что Господь делает, и ангел-хранитель дает, и все остальное, что он делает, он делает только руководство одним чувством, которое в нем доминирует и царствует – любовь. Только любовь. И ради любви своей он нам с тобой жизнь подарил, и ради любви своей терпит нас с тобой, и ради своей святой любви дает нам ангел-хранитель причина только одна – его святая, невыразимая, непостижимая никем любовь. Чтобы мы в этой жизни были не одиноки, Господь идет ангел-хранитель. Вот мы знаем силу молитву святых православных, но ангел-хранитель имеет возможность, которая не даже у святых. Они молят за нас, и святые молятся. А ангел-хранитель имеет возможность, как существо духовное, касаться человека там, где наше материально-земное касается в нас же внутри, с духовным. Например, что это такое? Совесть. Он может толкать совесть. Интуиция, предчувствие тоже может толкнуть. А что-то предостеречь или, наоборот, чего-то направить. Он может. У него такая возможность есть. Он ангел-хранитель. И поэтому ангел-хранитель это использует. И за нас молится, и вот подталкивает нас к чему-то. К доброму, конечно, хорошему. Вот ради этого. И в первую очередь, я как сказал, началось с чего? Толкать совесть. Чтобы у нас живая была совесть. А чтобы с ангелом-хранителем, вот, как сказать, ну, скажем прямо, контакт четче чувствовать и его утвердить больше, вот для этого нужно, во-первых, это в духе нашей церкви, мы говорим о молитве, это, конечно, молитва ангела-хранителю. Раз. И еще быть внимательней к голосу совести. Чем внимательней к голосу совести ты будешь, тем тоньше и четче будешь чувствовать ангела-хранителя своего. Он через совесть может подсказывать, толкать совесть. Вот этот путь. Слушать совесть и молитвах обращаться к нему. Продолжение следует...